МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши поздравления всем ветеранам внутренних войск и органам внутренних дел. А что нового и интересного произошло в городе и регионе, расскажем прямо сейчас. Проходит субботник, уборка города идет. В Десногорской администрации состоялось плановое совещание. Мы сегодня стараемся нарисовать, как видят дети, свой счастливый мир. Счастливый мир глазами детей. Необычный урок рисования. Я крайне негативно отношусь к тому, что автомобили паркуют на краю проезжей части. Проблемы автодисциплины. Стихийная парковка в жилых дворах. Сводка криминальных происшествий за неделю. На Смоленщине участили случаи провалов на дорогах. Подобный инцидент произошел в деревне Дивасы. Там на полном ходу провалился груженный КАМАЗ. Глубина ямы составила несколько метров. Ветхие плиты подземного бункера не выдержали веса автомобиля. И произошло неизбежное. Построен бункер был в далеких 70-х годах и с того времени ни разу не ремонтировался. Водитель в результате происшествия отделался легким испугом и смог самостоятельно выбраться из машины. Поврежденный участок дороги в скором времени был оперативно восстановлен. Но эксперты считают, что избежать подобных случаев возможно лишь проведя основательный ремонт всех дорог. 16 апреля на рабочем совещании представители городских инфраструктур подвели итоги прошедшей недели и обсудили предстоящие задачи. На очередном совещании выступили представители различных городских организаций. Так, в медсанчасти номер 135 Десногорска к своим обязанностям уже приступила новый врач-терапевт Екатерина Мельник. Специалист будет обслуживать жителей первого микрорайона. С 6 по 8 мая в Десногорск запланирован приезд врачей, аллергологов, иммунологов. Запись на прием взрослых пациентов уже осуществляется в кабинете 106. Запись детей у участкового педиатра. В городе продолжаются работы по уборке территорий. В связи с этим убедительная просьба ко всем жителям парковать свои транспортные средства согласно правилам дорожного движения. Принять участие в массовых субботниках приглашаются все неравнодушные горожане. Хочется обратиться, чтобы вот эти организации, которые должны принимать участие, как-то поактивнее принимали участие. Что-то медленно, гало идет все это дело. По данным ГОИЧС, в нештатных ситуациях в Десногорске не зафиксировано. Муниципальные системы оповещения проверены и находятся в рабочем состоянии. В культурной жизни города намечены события. 18 апреля в 18 часов в Десногорской библиотеке 2-го микрорайона пройдет праздничный вечер, посвященный 40-летию образования Совета ветеранов. Приглашаются все желающие. Велита Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Розганова, Десна ТВ. Новая волонтерская рота «Боевое братство» сформирована в Смоленске. В ее состав уже вошли более 200 смолян, среди которых школьники и ветераны. Участники волонтерского движения навели порядок на Тихвинском военном захоронении и около стелы журавли, поддержали волонтеров бойцы зенитной ракетной бригады, курсанты военной академии и работники авиационного завода. Все вместе они собрали около сотни мешков мусора, спилили сухие деревья, восстановили стертые надписи и обновили краску на стеле. Затем добровольцы приступили к уборке в Ленинском и промышленном районах. Добрые дела на этом не заканчиваются. На предстоящем субботнике в Пасово волонтеры приведут в порядок могилы героев России. 16 апреля в рамках конкурса «Атомный пегасик», посвященного атомной отрасли России и Дню Победы в Великой Отечественной войне, в 4-й школе провели необычный урок рисования. Посмотреть на детское творчество решила и наша съемочная группа. Принять участие в конкурсе решили ученики 4-го Г-класса. Школьникам была предложена интересная и многогранная тема «Счастливый мир». Проявить свою фантазию они могли в одной из тем на выбор. Нарисовать «Счастливый мир» после окончания Великой Отечественной войны или выразить себя в рисунках, посвященных 75-летию атомной отрасли России. Ученики с большим энтузиазмом приступили к созданию своих работ. Здесь все понятно. Здесь может подойти любая тема. И природа, и мама с ребенком, и космос, и просто счастливая, какой-то летний отдых. Все подходит, и поэтому им нравится, когда можно сказать, что это свободная тема. Урок рисования пролетел как одно мгновение. И вот уже на альбомных листах школьников появились солнце и небо, города и атомные станции. «Счастливый мир» каждый ребенок представляет по-своему, но объединяет все рисунки. Одно – мирное небо над головой. «Я нарисовал весну, потому что я думаю, что весна – это символ мира». «Я нарисовала радугу, поляну, солнце и дух девочек, которые счастливые играют». Лучшие рисунки после этого урока отправятся сначала на городской конкурс, а затем, возможно, и на суд международного жюри. Велитей Фименко Юлия Соболева, Светлана Розганова, Десна-ТВ. Настоящий праздник ждет любителей хоккейных баталий. В областном центре проходит финал всероссийского турнира имени Анатолия Тарасова «Золотая шайба». Для участия в финале в Смоленск приехали 60 команд подростков со всей страны. Турнир проходит в трех молодежных возрастных группах. Так в Перми завершились соревнования средневозрастной группы, а самые младшие сейчас состязаются в Сочи. В Смоленске же стартовали матчи старшего молодежного состава. Отстаивать честь города будет местная команда, а также игроки из Сафонова. Настрой участников боевой, и ребята обещают показать болельщикам захватывающую игру. Оставляя машину на стоянку во дворе, многие автолюбители забывают, что делать это нужно по правилам. Припаркованный автомобиль на тротуаре создаёт трудности не только соседям, но и своему хозяину. Подробности в сюжете. Комфортная городская среда – это не только чистые улицы и отремонтированные дороги. Это ещё и взаимопонимание жителей города. Но сознают это, к сожалению, не все. Оставить своего железного коня во дворе так, чтобы он никому не мешал – для некоторых задача невыполнимая. Нежелание или неумение парковаться правильно создаёт сложности многим десногорцам. «Хотелось бы, конечно, установить, чтобы были машины, ставились как надо». «Я крайне негативно отношусь к тому, что автомобили паркуют на краю проезжей части». Преодолеть препятствия в виде припаркованной на тротуаре машины всегда непросто, особенно в зимнее время года. В некоторых случаях пешеходам даже приходится выходить на проезжую часть, а это чревато дорожно-транспортным происшествием. Хотя за парковку дверей подъезда автолюбители могут ждать наказания, их это не останавливает. «Штрафы достаточно высокие, и они превышают штрафы за нарушение правил дорожного движения. Если жители города паркуются возле подъездов, возле выходов из домов, это нарушает элементарные правила поведения». Дом 10 первого микрорайона – один из примеров гармонии и взаимопонимания между пешеходами и автолюбителями. Жители решили, что парковочному хаосу в их дворе не место. Инициативная группа взяла ситуацию под свой контроль. «У нас, видите, сколько много. Сейчас, я думаю, что еще потянулся к нам люди. То есть я не одна такая инициативная, у нас все молодцы». «Рады разметки, когда есть куда парковаться, и это обозначено на месте». Найти свободный парковочный карман у своего дома, к сожалению, можно не всегда. Но и бросать свой автомобиль на тротуаре тоже не стоит. «Уважение к себе и окружающим – это то, что поможет сделать наш мир добрее и дружелюбнее». Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Во время рабочей поездки по Смоленску глава региона Алексей Островский проинспектировал состояние спортивных и культурных объектов. Побывал он также на территории природного музея-заповедника Гнездова, где еще недавно велась незаконная стройка. На территории уникального исторического памятника сейчас нарушено русло ручья, над которым возвышается недостроенная дамба. По заверению главы Гнездовского сельского поселения, виновный установлен и готов возместить ущерб. Следующую остановку глава области сделал возле городской школы номер 11, где посыпался фасад здания, а спортплощадка находится в плачевном состоянии. Посетил губернатор из зоны скейт-парка на проспекте Гагарина. Здесь некоторые конструкции пришли в негодность. Глава региона поручил городоначальнику изыскать необходимые для реконструкции средства и привести данные объекты в порядок. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 97 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 118 административных правонарушений, в том числе 103 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 5 человек. АПЛОДИСМЕНТЫ 15 апреля стартовал ежегодный региональный конкурс «Учитель года». Своим опытом делятся самые талантливые работники образования. Всего в конкурсе принимают участие 16 педагогов Смоленской области. Конкурсанты уже представили презентации своих проектов преподаваний школьных дисциплин. Для участия в финальном туре будут отобраны только 6 учителей. Они представят мастер-классы, педагогические советы и проявят свои таланты в творческом конкурсе. Имя победителя будет объявлено 26 апреля. И коротко о погоде. 18 апреля ожидается переменная облачность. Днем до 12 градусов тепла, ночью до минус 1. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefiz.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей.